Рано, рано, рассветали, к земле припадали свет мой ласковый, хороший, молодец прикожий. Участницы фольклорного ансамбля «Триголос» Марина Крысова и Марина Суханова плетут традиционные купальские венки. Венки имеют сакральное значение. В правильном венке число трав должно быть кратно шестей. Фольклористки говорят, у нас в Пермском крае не устраивали больших народных гуляний в этот день. Но магию природы пермики уважали, как и все восточные славяне, традиционно празднующие Ивана Купалу. В этот день растения достигают пика силы. Утром в Ивана в день собирали росу, просто купались в росе. Но это не значит, что ее собрали, Ивану налили. Это просто пробежались по ней босиком. Женщины ставили даже подойники в эту росу, вот с ночи ставили, она туда накапывалась. Считалось, что корову будет давать чмок молока потом. Ходили на реку купаться уже в Иванов день. Это у нас даже в Чердыне отмечено. То есть вот такие дни как раз с Иванова дня до Ильина. Множество поверьей зафиксировано для этого дня. Считалось, что на Пасху открывается небо, а на Иванов день еще и земля. Выходят клады и золото, но искать их опасно, выходит и нечистая сила. Собирали на куполу травы. Можно гадать на них. Вечером, не глядя, собрать пучок травы и положить под подушку утром посмотреть. Если в пучке есть 12 разных трав, ваше желание исполнится. Венки плели тоже не для красоты только, а чтобы гадать. Венок должен быть крепким, чтобы в воде не распался. Кто не умеет плести венки, у меня для вас хорошая новость. Можно было просто 12 разных травок насобирать девушке, положить под подушку и сказать суженый, ряженый, приходи в мой сад гулять. И вот во сне он должен прийти и погулять по этим травам. Для гадания венок надо с размаху бросить в воду. Плохо, если утонет, не очень хорошо, если закружится в воде. Лучший вариант. Венки, как у участниц триголоса, плавно, уверенно поплыли вперед. Желания сбудутся. Девушки в этот день смотрели, в какую сторону венок причалит, оттуда им и жениха ждать. А еще на купалу надо было наломать веники. Они самые целебные. На вениках тоже можно гадать, бросая их в воду.